Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Введение. Песня над костями. Первозданная природа и первозданная женщина – два вида, которым угрожает полное исчезновение. Примечание. Первозданная женщина. В оригинале «Wild Woman». Как следует из концепции автора, это не только и не столько дикое, сколько первое, первозданное, неискалеченное цивилизацией женщина. В дальнейшем эти термины используются как синонимы в соответствии с нюансами контекста, примечания редактора. На протяжении длительного времени женская инстинктивная природа подвергалась гонению, грабежу и злоупотреблению. Подобно любой дикой природе, она всегда страдала от неразумного обращения. Оглядываясь в прошлое, можно заметить, что в течение нескольких тысяч лет ей отводился самый низменный уровень души. В ходе истории духовные земли первозданной женщины опустошались и выжигались, ее убежища сносились бульдозерами, а естественные циклы превращались в искусственные ритмы ради ублажения других. Потеря нами чувства собственной первозданности совсем не случайно совпадает по времени с исчезновением девственной природы на планете. И не самыми важными ресурсами человечества. Это вовсе не тайна. Нельзя также объяснить случайным совпадением то, что волки, каюты, медведи и диковатые женщины в чем-то схожи между собой. В человеческом представлении их связывают общие инстинктуальные архетипы, в силу которых за ними утвердилась репутация несправедливая, безжалостных, изначально и чрезвычайно опасных и алчных существ. Моя жизнь и деятельность в качестве психоаналитика юнгианца, поэта и кантадора, сказительницы древних преданий, научили и убедили меня, что угасающую женскую жизненную силу можно возродить посредством активных психоархеологических раскопок в руинах потаённого мира женщины. Благодаря этим методам становится возможным восстановить повадки естественной инстинктивной души, а через её олицетворение в архетипе первозданной женщины мы сможем постичь разнообразные проявления глубочайшей женской природы. Сфера деятельности современной женщины огромна и расплывчата. Ей приходится быть чем угодно для кого угодно, а древнее звание так и остаётся невостребовано. Название этой книги «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях» возникло в результате изучения биологии дикой фауны и, в частности, волков. Исследования, посвящённые волкам в видах Канис-Люпус и Канис-Руфус, перекликаются с историей женщин с тайнами их самоотверженности и их страданий. Здоровые волчицы и женщины обладают определёнными общими психическими особенностями, острой чувствительностью, игривостью нрава и глубокой преданностью. Женщины и волчицы родственны по своей природе, они пытливы, наделены огромной вынусливостью и физической силой. Им свойственна глубокая интуиция, тщательная забота о потомстве, о своём супруге и о сообществе в целом. Они искусно приспосабливаются к непрерывно меняющимся обстоятельствам, бывают неистовы в своей верности и необычайно отважны. Однако те и другие всегда подвергались травле, притеснениям и лживым обвинениям в ненасытности, неискренности и чрезмерной агрессивности. Считалось, что они менее достойны, чем их гонители. Они превратились в объекты охоты для тех, кто мечтает очистить не только лесные чащи, но и дикие уголки души, истребить инстинктивное так, чтобы от него не осталось и следа. Хищническое отношение невежда к волкам и к женщинам поразительно похоже в своих проявлениях. Именно при изучении волков у меня и возникли первые представления об архетипе первой женщины. Я исследовала не только этих животных, но и медведей, слонов и даже птиц души, бабочек. Особенности каждого вида предлагают обильные намеки на известные черты женской инстинктивной души. Мой дух был пропитан дикостью вдвойне. От родителей я унаследовала страстную мексиканно-испанскую кровь, а потом меня удочерило семейство горячих, вспыльчивых венгров. Я выросла у границ штата Мичиган, среди лесов, садов и крестьянских полей на берегах Великих озер. Главное мое питание составляли громы и молнии. По ночам вокруг поскрипывали и переговаривались кукурузные стебли. Вдалеке, на севере, в лунные ночи собирались на полянах, танцевали и взывали к небесам волки. И все мы без страха пили из одного ручья. Хотя в те времена я еще не называла ее так, моя любовь к первозданной женщине возникла уже в самом раннем детстве. Эстетика была мне ближе, чем атлетика. Она и определила единственное мое желание – оставаться восторженным странником. Эстетика и атлетика – игра слов, аллюзия на истоки классического образования, восходящие к Древней Греции. С тульем и столом я предпочитала землю, деревья и пещеры. Я чувствовала, что именно в этих местах могу прижаться к щеке Господа. Реки всегда просили навещать их после наступления темноты. В поля обязательно нужно было приходить, чтобы им было кому шелестеть свои рассказы. Лесной костер должен был разводиться только в темноте. А сказки должны были рассказываться только вдалеке от ушей взрослых. Мне очень повезло. Я выросла среди природы. Вспышки молний поведали мне о внезапности смерти и мимолетности жизни. Мышиные выводки подсказывали, что новая жизнь смягчает утрату. Выкапывая из глины окаменелые трилобиты, так называемые индейские бусы, я поняла, что люди живут здесь уже очень давно. Я училась священному искусству украшения себя. На мою голову опускались бабочки данаиды, светляки служили вечерними драгоценностями, а изумрудно-зеленых лягушек я носила вместо браслетов. Волчица-мать убила своего смертельно раненого детеныша, и это научило меня жестокому состраданию и неизбежности прихода смерти к умирающим. Пушистые гусеницы срывались с ветвей и возвращались наверх, преподавая мне уроки целеустремленности. Их щекочущие прикосновения к руке убеждали, что кожа тоже полна жизни. Умение забираться на самые верхушки деревьев позволило получить первое представление о тех переживаниях, которые впоследствии принесет секс. Мое поколение росло после Второй мировой войны, во времена, когда женщин задерживали на младенческой стадии развития и считали личной собственностью, к ним относились как к ухоженным огородам. К счастью, ветер неизменно заносит туда семена дикорастущих трав. Хотя то, что писали эти женщины, оставлялось без внимания, они продолжали с увлечением работать. Несмотря на отсутствие признания, написанные ими картины становились пищей для души. Женщинам приходилось вымаливать необходимые для творчества инструменты и помещения, а если надеяться было не на что, они превращали в студии деревья и пещеры, заросли и чуланы. Танцы, если и допускались, то редко. Поэтому женщины танцевали в лесу, где никто не мог их видеть, а также в подвалах или по пути к мусорному баку. Украшения сразу же становились поводом для подозрений. Полное радости тела, как и веселое платье, повышало угрозу сексуального оскорбления или насилия. Даже одежду нельзя было назвать своей собственностью. Это было время, когда измывавшихся над своими детьми родителей называли просто строгими. Когда душевные терзания женщин, переносивших смертельные оскорбления, именовались нервными расстройствами. Когда приличными считались женщины и девушки, туго перетянутые корсетами, крепкой уздой и плотным намордником. А распутницами — те, кому удавалось хотя бы на мгновение выскользнуть из ошейника. Подобно множеству женщин, до и после меня, я тоже вела фальшивую жизнь переодетого существа. Как и все мои сестры, я чинно балансировала на каблуках, а в церковь надевала платье и шляпку. И все же мой легендарный хвост нередко высовывался из-под подола, а уши так и прядали, и шляпка в лучшем случае сползала на глаза, но случалось — отлетала в угол комнаты. Я не забыла песню той мрачной поры «Хамбре дель Альма» — песню из страдавшегося сердца. Но не забыла я и радостную «Канта Хонда» — тайную песнь, слова которой снова и снова приходят к нам, когда мы трудимся над возрождением души. Как лесная тропинка внезапно становится почти незаметной и вскоре исчезает бесследно, так слишком рано исчерпывается традиционная психологическая теория для творчески одаренной и глубоко мыслящей женщины. Чаще всего эта теория либо касается слишком бегло, либо вообще обходит молчанием глубинные, важные для женщины вопросы об архетипическом, интуитивном, сексуальном и цикличном, о возрастах женщины, о ее образе действий и принципах понимания, о ее творческом пламени. Именно эти вопросы заставляли меня в продолжении 20 лет посвящать большую часть времени архетипу дикой женщины. С возникающими у женщин проблемами души нельзя разобраться, вписав их, женщин, в некую приемлемую для бессознательной культуры форму. Нельзя их втиснуть и в интеллектуальные представления тех, кто претендует на звание единственных наделенных сознанием существ. Увы, именно такие попытки превращали в изгоев тех женщин, которые начинали свою жизнь как сильные и естественные личности. Целью же, напротив, должна стать помощь в восстановлении очаровательного и естественного психического облика женщины. Источниками понимания становятся сказки, мифы и легенды. Они обостряют наше зрение до такой степени, что мы можем увидеть путь, оставленный первозданной природой, и направиться по нему. Сохранившиеся в этих историях указания подтверждают, что путь не исчез, что он по-прежнему ведет женщину все дальше и глубже, к самопостижению. Следы, по которым все мы пойдем, оставлены архетипом первозданной женщины, врожденного инстинктивного «я». Я называю этот архетип первозданной женщиной, так как именно эти слова – первозданность и женщина – образуют «ламар о токар а ла пуэрта» – сказочный стук в дверь глубокой женской души. В буквальном смысле выражение «ламар о токар а пуэрта» означает «играть на инструменте имени, чтобы распахнулась дверь», то есть пользоваться теми словами, которые действуют как заклинание, как открывающий ключ. К какой бы культуре ни принадлежала женщина, сочетание слов «первозданная», «дикая» и «женщина» ей интуитивно понятно. Когда женщина слышит эти слова, старинная древняя память просыпается в ней и возвращается к жизни. Это воспоминание о нашем полном, неоспоримом и окончательном родстве с первобытной женственностью. Эта связь могла уже давно стать совершенно непонятной, призрачной от забвения, могла быть погребена под толщей домашнего быта, объявлена вне закона окружающей культуры. Мы могли позабыть ее имена, мы можем не откликаться на ее зов, но мы помним ее всем телом и тоскуем по ней, мы знаем, что она принадлежит нам, а мы ей. Именно в этой основополагающей, стихийной и важнейшей форме взаимоотношений мы родились. Именно от нее произошла наша сущность. В очреве архетипа первозданной женщины кроется начало определяемого по женской линии бытия. Временами мы ощущаем это, и даже мимолетное чувство заставляет нас сходить с ума от желания его возродить. У некоторых женщин этот животворный привкус дикости возникает во время беременности, при кормлении младенца, при изменениях в себе самой в процессе воспитания ребенка. Или при возникновении таких любовных отношений, которые похожи на посещение любимого сада. Ощутить ее можно и в видениях, и в зрелищах невероятной красоты. Я чувствовала ее, когда наблюдала за солнцем в те минуты, которые у нас в лесных краях называют закатом Господа Иисуса. Я ощущала, как она шевелится во мне, когда усталые рыбаки с фонариками в руках возвращались в сумерках с озера, или когда мое новорожденное дитя поджимало пальчики на ногах, и эти пальчики, похоже, были на ряды зернышек сладкой кукурузы. Мы видим ее там, где встречаем, то есть повсюду. Она является к нам и в звуках, в музыке, от которой что-то дрожит в груди и учащается сердцебиение, в барабанном бое, свисте, звоне и крике. Она приходит в записанном или произнесенном слове. Временами подобное слово, фраза, стихотворная страха или история становятся такими звучными, такими подлинными, что заставляют нас хотя бы на мгновение вспомнить, из чего мы созданы на самом деле и где наш настоящий дом. Такие внезапные ощущения дикости возникают в таинстве вдохновения. Ах, вот оно! И уже ушло. Стремление к ней появляется, когда знакомишься с человеком, которому удалось сохранить эту связь с первозданным. Такое желание приходит, когда осознаешь, что уже слишком мало времени осталось для мистического священодействия и для грез, слишком мало для собственной творческой жизни, для важнейших занятий или для настоящей любви. Но именно эти мимолетные ощущения, приходящие и через красоту, и через потери, оставляют в нас такое опустошение, такую взволнованность и тоску, что рано или поздно мы пускаемся в погоню за своей первозданной природой, уходим в леса и пустыни, бросаемся в сугробы и катаемся в снегу. Мы обшариваем взглядом землю, наш слух обостряется, и мы ищем внизу и вверху, ищем какого-нибудь намека, следа, знака того, что она еще жива и что у нас есть еще надежда. Когда же женщина находит ее следы, она чаще всего бросается в отчаянную погоню, сметает все со стола, отбрасывает любые взаимоотношения, освобождает свой разум, становится чистой страницей, настаивает на разрыве, нарушает все правила, заставляет мир остановиться, ибо без первозданности мы уже не в состоянии двигаться дальше. Когда женщина потеряла ее, а затем вновь обрела, ей необходимо любой ценой сохранить эту связь. Получив свою находку, она изо всех сил будет бороться за ее сохранение, так как вместе с ней расцветает творческая жизнь. Все взаимоотношения обретают и содержание, и глубину, и здравый смысл. Утверждается цикличность сексуальности, творчества, работы и досуга. Женщина перестает быть объектом хищнического интереса, а законы природы наделяют ее равным правом на развитие и успех. Наконец-то ее усталость в конце дня становится следствием радостных занятий и свершений, а не замкнутости в мелочных размышлениях, мелочной работе или постылых связях. Она инстинктивно понимает, когда приходит время разрушать и созидать, как нужно уходить и как оставаться. Укрепляя свои взаимоотношения с первозданной природой, женщина получает в дар из вечного внутреннего наблюдателя, мудреца, мечтателя, провидца, художника, виртуоза интуиции, созидателя, творца, изобретателя и слушателя, который направляет, дает советы и способствует кипучей жизни во внутреннем и внешнем мирах. Когда женщина соприкасается с первозданностью, это становится видимым, словно свечение изнутри. Теперь, независимо от обстоятельств, ее внешнюю и внутреннюю жизнь поддерживает этот первозданный учитель, первозданная мать, первозданный наставник. Таким образом, слово «дикий» используется здесь отнюдь не в современном, уничижительном значении, неподконтрольной, но в исходном смысле, то есть как указание на естественный образ жизни, при котором креатура, существо, обладает врожденной целостностью и здравыми рамками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok